Дорогие друзья, сегодня 16 марта. Я приехал на Троекуровское кладбище для того, чтобы понять, где похоронены новые актеры, которые ушли в прошлом году. От коронавируса очень много. Ну и проложить новый маршрут для новой видеосъемки, которая выйдет на ютюбе. Много что изменилось здесь, но что будем ходить искать, смотреть. Так что подписывайтесь, все интересное будет на канале. Шестой участок. Куравлев Леонид Вячеславович. Совершенно недавно его здесь похоронили, как он и мечтал, рядом с своей супругой. Ну это вот знаменитый участок. Здесь Влад Галкин, Александр Лазарев, Дедюшка, Панин. Ну в общем для тех, кто даже ни разу здесь не был, в самого центра заходите и сразу найдете. Идем дальше. Николай Петрович Караченцев. Тот же шестой участок. Вот какой ему памятник открыли, когда я здесь был в последний раз. Крест еще деревянный стоял. Ну вот он из Юноны Авось. Его знаменитая роль графа Рязанова. Вера Витальевна Глаголева, наша знаменитая советская, российская актриса. Смотрите, какой памятник поставили здесь. Просто огромный. Ну я читал, конечно, это Александра Овечкина, ее зять. Он оплатил этот памятник. Ну, конечно, да, как дворец буквально. Ну вот и Юля начала. Ни разу я еще не был здесь тоже, когда установили памятник. Вот такой вот ей памятник здесь поставили. И, как обычно, ей приносят мягкие игрушки. Они вот здесь на лавочке напротив. Всегда. Нет, ну ладно, там, как говорится, у звезд нашей эстрады, там у актеров памятники огромные. Посмотрите, вот у парня памятник. Фамилия Хубутия. Николс. Я не знаю, правда, кто это. Ну, вот это, это только просто, как бы, приложение к памятнику. А могила сама, вот, находится здесь, с края, как бы, это целый храм. Там внутри, вот, слышите, мы сначала думали, это отпевание какое-то идет. Нет, это магнитофон постоянно играет, запись. И вот, и вот так могила выглядит. Просто, как целый гранитный дом. Да, вот это памятники, конечно, делают. А это вот уже новый участок. Ну, так называемый, новый. Это вот, если на старом Троекуровском проходить, наверх поднимаетесь. И вот здесь Андрей Мехков, рядом с своей супругой Вознесенской Анастасией Валентиновной. Могила Гафта рядом, Валентину Васильевичу. Ну, для экскурсии еще рано, честно могу сказать. Где снег лежит, грязь. Так что, приехали на разведку смотреть для будущего видео, как мы будем это все делать. Так, здесь у нас рядом Екатерина Градова. Это первая супруга Андрея Миронова. Сличенко, знаменитый цыган нашего кинематографа. Ну, и Нина Ивановна Русланова. Похранили недавно, памятников еще ни у кого нет, в принципе. Вот они все рядом здесь. И на этом же участке, вот совершенно недавно, даже еще месяца не прошло, Борис Георгиевич Невзоров. Да, вот я, конечно, очень сильно удивился, когда телевизору сказали, что этот актер скончался. Он такой вот всегда мужик фактурный был, такой здоровый. Ну, вот коронавирус я его не пощадил. Ну, это по официальной версии коронавируса. Ну, в общем, октябров всех, которые недавно скончались, не стали их по разным участкам хоронить. Как видите, они все здесь рядом. Начиная от Мехкова, Борису Юрьевичу Грачевскому памятник установили уже. Там на заднем плане Назарова Александра Ивановна, знаменитая. Которую бабушку в бригаде играла. Ну, вот Кириенко, не знаю, Михаловна, тоже совершенно недавно скончалась. Юхтин Кеннадий Гаврилович. В общем, все-все рядом похоронены. Ну, вот здесь, чуть подальше, если от актерской аллеи отойти, здесь уже похоронены журналисты. Вот. Также недавно скончавшийся Зеленский Михаил Владимирович. Да, вот. Также неожиданно ушел Лысьенко Анатолий Григорьевич. Наш знаменитый еще советский журналист. К помощи преподавателя. Очень много он наших журналистов воспитал. Ну, и Сергей Доренко. Очень долго. Я вот, кстати, не знал, где он похоронен. Вот теперь. Ясно. В общем, вот эта аллея, она теперь, я так понимаю, ну, будет, наверное, для журналистов. Потому что сзади Игорь Корнилёк, Антон Волошенко, те люди, которые в Донбассе погибли. Вот так. Вот так.